В прошлом выпуске с венскими выставками Брейгеля и Пьеросмани намеренно пропускал рубрику о картинах в Новой Третьяковской галерее. На что туда стоит ходить из постоянной экспозиции 20 века? Ну вот так, если всерьез, то, конечно, на русский авангард прежде всего. И такой он у нас, и эдакий, и под влиянием авангарда у нас находится весь 20 век, кроме уж совсем кондового реализма и соцреализма. По моему глубокому убеждению, это вообще самые оригинальные наши стили – иконопись, и русский авангард. И больше всего мы сказали и себе, и миру ими. И, кстати сказать, они внутренне, конечно, взаимосвязаны, иконопись, и авангард. Вот взять Филонова, к примеру. Павел Николаевич Филонов, он не похож ни на что в русской живописи, ни до него, ни после. И мгновенно узнаваем вот по таким картинам, прежде всего, которые сам он называл формулами, и свое искусство считал аналитическим, и себя называл исследователем. Это вот если ведро или корзину почти наполнить галькой, мелким камушком, и на земле так качать из стороны в сторону, то на поверхность будут выходить камни покрупнее. Вот так из гальки жизни выступают, проступают лица героев. Выступают, проступают, мне кажется, это ключевые понятия для этих лиц. То есть Филонова часто уподобляют важнейшим новаторам тогдашней русской литературы, Хлебникову, с которым Филонов одно время даже сотрудничал, и Андрею Платонову. И с Платоновым вспоминают названия известные в прекрасном и яростном мире. А мне кажется, еще более подходит вот платоновское определение, формула даже, да, тоже формула сокровенный человек. И платоновский девиз почти, без меня народ неполный. Вот еще покажу. Во времена, когда что угодно и кого угодно могут объявить антинародным, вот так настаивать на том, что да, народ это все, но народ это и каждый. Без меня народ неполный. А вот тут мотив Бутаноева ковчега, да, все должны спастись, нам дорога всякая божья человеческая тварь. Еще вспоминается, как Шостаковича клеймили за антинародную музыку, и он должен был во всем соглашаться, со спортивной критикой. И единственное, что решился возразить, это вот эту антинародность свою, сказал, я думал, я тоже немножко народ. Мне эти герои картин Филонова с сизыми головами напоминают дядек старшего поколения, которых я еще застал. Они брились так называемой опасной бритвой, такой клинок, который правили еще об ремень, и достигался этим эффект до синевы выбрит. Сейчас такого понятия даже не существует. Еще синие вздувшиеся чудовищно сосуды на гигантских натруженных руках, лапах, а поверх них тут как, не знаю, как северная двина на географической карте, а поверх еще такие грубые татуировки. Не нынешние модные тату, а такие самопальные, из армии или зоны. И курили они папиросы с север, страшно грубые, гораздо грубее даже Беломора. И коробка была тоже цвета татуировки. И картинка как татуировка, то есть вот так вот солнце, когда на татуировке, и расходятся солнечные лучи. Вот среди такого всенародного одобрения, всенародного голосования, все как один. Попробуй-ка тут утверждай индивидуальность. Ну ты, индивидуй, могли отдернуть. Хренов, как минимум. У Слуцкого были стихи, на память приведу. Шагал народ, его большой объем, Довольный исторической судьбой своей, А лично не вполне довольный. Всю революции до войны Еще не скоро протрубят отбой. Величьем удовлетворен вполне, Зарплатой удовлетворен не полностью. Народ, как ночь, Своей медвежьей полостью Закрыл положенное лично мне.